Взяли сыновья Аарона, надав Эавиу, каждый свой совок, и положили в них огня, и возложили на него смесь благовония, и воскурили перед Богом огонь чуждый, какого он не велел им. И вышел огонь от Бога, и пожрал их, и умерли они перед Богом. Вот продолжение того же Золотого Тельца. Они делают ту же ошибку, которую сделал Аарон, но в принципе эта ошибка необходима для раскрытия того слоя эгоизма, который пока еще таится в этом во всем стане, в этом во всем народе, в этой группе. Как только Аарон как бы исправил свое прегрешение, вот сейчас, этот Золотой Телец сейчас исправлен был, сейчас же раскрывается следующий уровень. Это его сыновья, надав Эавиу, два сына его, они желают сделать еще больше подъем, они пытаются сблизиться, устремить к сближению между всеми душами разбитыми, включить там такие желания, на которые они не в состоянии еще сделать никакой работы духовной. То есть преодолеть их своим устремлением к связи между собой. Благовоние это такой высший свет, это не то, что мы говорим, который поднимается снизу вверх, то есть он поднимается от самой такой серьезной эгоистической прослойки такой, низшей. Этого делать было нельзя. Сразу они к ней бросились, к этой прослойке, вместо того, чтобы по слоям снимать. То есть все это должно быть постепенно, постепенно, они сделали это быстрее времени. Мы с тобой друзья, мы с тобой встречаемся, мы с тобой можем идти в кафе, где-то посидеть, поехать даже, может быть, на какую-то краткую экскурсию. А вот если я переехал бы к тебе домой или ты ко мне, большие проблемы. Вступают такие свойства эгоистические, ну мы люди, вступают такие эгоистические свойства, с которыми мы, может быть, бы не справились. То есть, вместо того, чтобы у меня было такое же устремление к связи все больше с тобой, у меня было бы, возникли бы мысли непреодолимые, когда я бы думал бы, когда наконец-то он уйдет от меня или я от него. Они опережают свое время. Но если бы они этого не сделали, не раскрылось бы это зло. Поэтому всегда есть какой-то вот такой подвох, как бы, в жизни группы, людей, человека, каждого из нас. Но, как правило, в наше время это уже групповое. Когда даются вот такие вот разбиения, а это не разбиения, это раскрытие нашего зла, таящегося в нас, которое мы должны выявить, ощутить. И ни в коем случае не скорбить о нем. Естественно, радоваться и благодарить за его раскрытие, ну и далее начинать с ним работать. Можно это сравнить с построением коммунизма в России? Они попрали самые главные духовные законы или условия, для чего создано все мироздание, почему Творец скрывается, почему мы должны проходить через такие состояния, всю эту историю, чтобы постепенно-постепенно развиваться, не понимая, недопонимая, постепенно приходя к пониманию, к сознанию, только для того, чтобы у нас была свобода воли. А они на эту свободу воли наложили лапу. Я считаю, что опыт необходим. Я считаю, что те люди, которые участвовали в этом, они, внутри них есть такие задатки, которые позволят им ощутить и принять активное участие в исправлении человеческого злого начала. Да, вы имеете вообще все русскоязычное пространство, да? Да, в основном это русскоязычное пространство. Это не Молдавия, не Украина, не Прибалтика, а именно русскоязычное пространство. Именно Россия. Украина, ну, постепенно как-то. Вот так вы имеете Сибирь, Россия, все вот это вот чисто. Да, все пространство именно русскоязычное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова